Добрый день, с вами Удови Наташа и это канал творческой студии Таир. Сегодня хочу показать вам, как я декорировала деревянный корпус под виски. С помощью рельефной пасты выполним имитацию керамической плитки. А далее идет ручная роспись. Впрочем, роспись всегда можно заменить декупажем или вживлением. Кому что больше нравится. Уже несколько лет у меня хранился такой роскошный подарочный сундук из под виски. Настоящее дерево, хорошая внутренняя отделка и фурнитура. Я не могла его выбросить. Только верхняя крышка подвела. Там остались выемки со следами клея от ярлыков. Снимаю верхний слой лака, наждачной бумагой. Беру грубую рельефную пасту от Таир и с помощью широкого шпателя заделываю выемки. Разумеется, можно использовать шпатлевку, просто у меня ее нет под рукой. После высыхания ошкуриваю пасту наждачной бумагой, добиваясь гладкой и ровной поверхности. Если материал просил, обязательно наносим еще один слой. Сушим и снова шкурим. Я нашла 3 одинаковых квадратика, как из МДФ. Загрунтовала и ошкурила их с одной стороны. Делаю разметку. Выравниваю квадратики по центру крышки с одинаковым промежутком между ними. А затем приклеиваю. Если нет подобных заготовок, можно сделать такую ступеньку-подложку также из рельефной пасты. Или раскатать и вырез квадратики из самой застывающей полимерной глины. Затем наношу плотный слой рельефной пасты. Тут важно, чтобы на всех 3 ступеньках он вышел одинаково по высоте. Выравниваю слой широким шпателем. Удаляю излишки пасты. Отмеряю середину каждого квадрата и соединяю их линейкой. Разделяю каждую на 4 маленьких квадратика. Стараюсь, чтобы канавка была достаточно толстой. Это выглядит более натурально, как с настоящими плитками. Оставляю сушиться на сутки. После высыхания тщательно ошкуриваю пасту, предварительно защитив края короба бумажным скотчем. Прохожусь наждачкой и по верху, и по бокам, и вдоль каждой канавки. Дополнительно шлифую еще мелкозернистой наждачной бумагой. Избавляюсь от пыли и скотча, протирая все влажной тряпочкой. Затем наклеиваю чистый бумажный скотч. Дополнительно выбеляю плиточки белым акрилом. Для тех, кто больше любит декупаж, покажу очаровательную карту Джеронима с разными видами плиток. Если карта в интернет-магазине есть в наличии, то ссылки обязательно оставлю в описании. Но под такие карты нужно было делать сами плиточки чуть-чуть поменьше. У них размер 3,5 см. А я под роспись специально делала покрупнее. У меня получилось 5 см. Чтобы не ломать голову над цветовой палитрой и гармоничным сочетанием, я взяла готовый набор краски Акрил Делюкс. Недавно у Таира вышла целая серия таких наборов. Очень советую, если у вас тоже разбегаются глаза, когда надо выбрать ограниченную гамму. В дополнение к нему я возьму белый, им я уже красила плитки, и жженую умбру для обводки. Я нашла в интернете вот такие узорчики. Перевела их, закрасив обратную сторону карандашом. Дальше начинаю раскрашивать узоры. Работаю в три этапа. Первым слоем наношу основной тон или разбеленный оттенок краски. Вторым притеняю, используя более темный оттенок или чистый цвет. И в финале добавляю тонкую обводку. Я выбрала именно роспись. Мне нравится ее рукотворность, сохраняющая теплоту каждого мазка. По этой же причине между геометрическим растительным орнаментом я выбрала вторую. Наверное, это во мне говорит человек, который раньше расписывал фарфор. Для основной заливки я использую круглый колонок двойку. А для прорисовки синтетическую круглую нулевку. Чтобы не оставалось следов кисти, я немного разбавляю акрил водой. Конечно, это сказывается на укрывистости. Но легкая полупрозрачность и недонародность даже на руку в этом узоре. Напоминаю подглазурную роспись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все неровности окраса на финальном этапе уйдут и скроются под обводку. Это моя любимая часть работы. После завершения росписи покрываю плитки несколькими слоями художественного глянцевого лака. Мне хочется дать более толстый слой лака, чтобы имитировать глазурь. Последним слоем наношу универсальный лак, чтобы убрать подлипание. Можно использовать только универсальный лак, но тогда придется наносить большее количество слоев, потому что он более жидкий. Чтобы скрыть небольшую часть, где паста выступает из-под плитки, я приклеиваю атласную ленту и толстый шнур подходящего оттенка. Как вариант, можно было бы просто закрасить широкой полосой акриловой краски. Вот такой расписной ларец у меня получился. Изначально я планировала его сделать ярким восточным, но не устояла предцветовым сочетаниям набора. И в результате получились прекрасные средиземноморские мотивы. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, если вам понравилось. Творите с удовольствием! И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok